Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перед началом встречи министров обороны стран, членов альянса в Брюсселе, передает Европейская правда. Он призвал Кремль отозвать свои войска и оружие с оккупированных территорий Украины, а также обеспечить работу наблюдателей. Заявил, НАТО продолжит давить на Россию до выполнения минских договоренностей. За сутки в боевых действиях на Донбассе ранены шестеро украинских военных. Об этом сообщили Минобороны. На Донецком направлении ситуация обострилась. Под обстрелы попали позиции села ТО в Луганском, Зайцево и Авдеевке. Там боевики активно применяли тяжелое вооружение. На Луганском направлении противник снизил свою активность. Боевые действия ведутся в районах станицы Луганской и Новоалександровки. Наиболее напряженная ситуация по-прежнему на Мариупольском направлении. Боевики продолжают применять минометы. На южных рубежах украинские военные вынуждены были открывать ответный огонь. За минувшие сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 24 вражеских обстрела. 9 из них минометные. В Новоазовском районе Донецкой области противник организовал 4 полета беспилотников. Продолжаются боевые действия в Марьинском районе, Гранитном и участке фронта Павла Польширокина. Противник, как и раньше, активно применяет минометы. Размытая терминология войны на Донбассе делает мир в Украине недостижимым. Об этом в статье для Atlantic Council пишет обозреватель Питер Диккенсен. По его словам, с момента оккупации Крыма в 2014 году СМИ не могут подобрать термины, чтобы описать конфликт и правильно назвать боевые группы. Диккенсен показывает это на примере новостей о ликвидации боевика Арсена Павлова или Моторолы. Многие издания назвали его пророссийским сепаратистом, хотя по факту он гражданин РФ. На этом и стоило делать акцент, пишет обозреватель. Ведь Россия отправила на восток Украины регулярных военных без опознавательных знаков, российских националистов и преступников. Там они смешались с завербованными местными жителями. Это и есть гибридные российские оккупационные войска. А называть этих людей пророссийскими абсурдно. Именно на такую неоднозначность и направлена российская тактика. Чтобы парализовать международное мнение и предотвратить эффективные ответные меры. Диккенсен подчеркивает, ни один конфликт не может быть решен, пока его главное действующее лицо делает вид стороннего наблюдателя. 109 украинских граждан находятся в заложниках в России. 495 человек считаются без вести пропавшими. В ближайшее время надеются на освобождение хотя бы 47 украинцев. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Кроме того, по его словам, Украина использует все возможные правовые механизмы для возвращения политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко из России. К решению вопроса подключили лучших юристов, представителей МИДа и силовиков. Также СБУ держит на контроле состояние заключенного Станислава Клыха. Напомню, столичного преподавателя истории обвинили в том, что якобы воевал в Чечне против России. Его приговорили к 20 годам заключения. Из-за тюремных пыток у него произошел нервный срыв. Адвокаты требуют экстрадиции и госпитализации заключенного. Найти Эрвина Ибрагимова. Такое требование выдвинули участники акции под российским посольством в Киеве. Они призвали политиков и международные организации повлиять на неправомерные действия Кремля. Активисты уверены, похищение члена Меджлиса санкционировали именно российские власти. В частности, на записи с камеры наблюдения видно, как группа мужчин 24 мая силой заталкивает Ибрагимова в микроавтобус и увозит. С тех пор об активисте ничего не известно. К тому же, это не единственный случай в Крыму. За период оккупации полуострова России без вести пропали 15 крымчан. Мы считаем, что хотя бы раз в месяц нужно напоминать общественности о тех людях, которые исчезли на оккупированной территории Крыма. Естественно, власти России открещиваются от этих событий. Где сейчас находится Эрвин Ибрагимов, никому неизвестно. Польские парламентарии протестуют против ареста властями РФ украинских журналистов. Романа Сущенко и Николая Семены. В депутатском заявлении говорится о необоснованности уголовных обвинений и о нарушении прав и свобод человека. Считают, Кремль стремится запугать украинцев. Под заявлением, которое инициировал депутат Сейма Марчин Свинцитский, подписались 15 членов Нижней палаты польского парламента. Напомню, 19 апреля прокуратура аннексированного Крыма предъявила обвинение корреспонденту радио «Свобода» Николаю Семене посягательстве на территориальную целостность России. Ему грозит 4 года лишения свободы. А корреспондента Украинформа Романа Сущенко российские спецслужбы задержали 30 сентября в Москве. Ему инкриминируют шпионаж. Журналисты под защитой. Гарантировать их безопасность обещает Совет Европы. Это один из его приоритетов в сфере медиа относительно Украины на 2015-2017 годы. В частности, европейские специалисты помогут улучшить профильное законодательство, что поможет защитить права журналистов и помочь расследованию дел о препятствовании их профессиональной деятельности. В то же время эксперты отмечают, ситуация с правами медийщиков в Украине за два года улучшилась. На законодательном уровне усилили гарантии свободы слова, введена уголовная ответственность за нарушение прав журналистов. Несмотря на это, Институт массовой информации за 9 месяцев этого года зафиксировал одно убийство, 26 нападений, 7 случаев цензуры и 77 препятствований деятельности журналистов. Украинское законодательство является достаточно прогрессивным в сфере защиты прав журналистов. Другое дело практика и выполнение этих законов. И здесь проблема институциональной способности государства на реализацию правосудия. Соединенные Штаты запустили в Украине программу поддержки децентрализации на 50 миллионов долларов. В течение пяти лет финансовую и консультационную помощь получат 75 лучших объединенных общин. Первые 25 уже отобрали. На Прикарпатии они практически пример децентрализации в деле. Жители шести сел одними из первых объединились в общину Верхня. Говорят, не жалели ни минуты, ведь местный бюджет до этого составлял 200 тысяч долларов. Теперь полтора миллиона. Мы активно работаем с прооновскими проектами. Четыре раза подряд выигрывали в областных проектах поддержки. Все это дополнительные деньги для развития нашей общины. И только глупый не хочет воспользоваться таким шансом. Воспользоваться предоставленным шансом решили и в этот раз. Как только узнали о программе финансирования от агентства США по международному развитию, сразу решили, что должны в ней поучаствовать. При отборе показали комиссии свои реальные результаты. По состоянию на 1 сентября мы сделали капитальный ремонт нашей начальной школы. Также мы открыли группу в детском саду. У нас очень много детей. Ремонт еще двух школ фактически на стадии завершения. Еще мы начали ремонт дорог. Его мы решили делать по инновационным технологиям. Можем себе это позволить. Как говорит сам директор проекта Берри Рид, критерии для отбора общин были очень жесткими. Помимо предоставления уже достигнутых результатов, претенденты выполнили и ряд тестовых заданий. В частности, психологических, экономических и на знании законодательства. Что мы будем делать теперь после успешного завершения отбора? Во-первых, программа начнется с разработки стратегии развития для каждой конкретной общины, учитывая ее уникальные потребности. Мы проанализируем, что сейчас есть у общины и чего ей не хватает. Все это поможет нам нарисовать дорожную карту, с помощью которой мы преобразуем общины. Дороги, школы, детские садики, больницы, поликлиники, другие учреждения. В эту карту войдет все. За неполных два года проведения децентрализации уже созданы 172 общины. Еще 76 ждут выборов. При этом местные бюджеты по сравнению с прошлым годом возросли практически наполовину. На миллиард 326 миллионов долларов. В Кабмине темпами реформирования удовлетворены. Создание современной и эффективной системы местного самоуправления – это один из личных приоритетов в работе. Потому что мы должны создать действительно функционирующий механизм, который даст возможность объединенным общинам жить по-европейски. А для этого нужны и полномочия, и ресурсы. А вот для успешного завершения децентрализации по всей Украине необходимо принять еще около 10 законопроектов. В профильном министерстве заверяют – все они уже разработаны и переданы на рассмотрение в комитеты Верховной Рады. Маргарита Стыцюк, Евгений Савицкий, UATV. В этом выпуске «Точка». Больше на сайте агентства Украинформ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин